Спиранский Алексей Дмитриевич. Отношения к материалу. Начну с критического разбора отношений к материалу, из которого на практике слагаются научные представления. Биология в аспекте патологии и особенно медицины является едва ли не самой тревожной областью исследовательской работы. Причины этого понятны. Немного найдется дисциплин, в достижениях которых так непосредственно и спешно было бы заинтересовано живущее человечество, добытое раньше далеко еще не разрешило практической проблемы оздоровления. Поэтому всякий новый факт из этой области ожидается с трепетом и часто пускается в работу значительно раньше, чем оказывается установлена его природа. Бороться против этого почти невозможно. Движение вперед в медицине не всегда достигалось последовательным и постепенным развитием идей и наблюдений прошлого. Новые данные из смежных и отдаленных областей знания способны не только дополнять, но и совершенно изменять лицо наших представлений. В истории Европейской медицинской школы достаточно примеров подобного рода. Период Пастера. Основной причиной здесь является исключительная сложность объекта. Как прост и относительно беден количественно фактический материал, образующий базу так называемых точных наук. Как ясно формулируются законы физики, химии и особенно математики. Все, что здесь в определенных условиях было получено однажды, будет повторяться бесконечно. Потому так легко сравнительно решаются конкретные задачи, поставленные, например, химией. В биологическом эксперименте именно этого мы не имеем. Переходя к биологии, мы почти теряем право что-либо предвидеть, так как здесь повторяются лишь основные моменты явлений. Сверх них всегда оказываются многочисленные надстройки, из которых каждая есть результат особого сложного процесса. Отсюда различия между фактами биологии и фактами точных наук. Степень достоверности фактов в биологии часто определяется лишь статистикой их воспроизведения. В экспериментальном подходе к изучению биологических явлений есть еще одна трудность. До сих пор мы не умеем наблюдать сложный объект, одновременно охватывая составляющие его процессы в их совокупности. Всякая методическая форма стремится уяснить лишь какую-нибудь одну сторону явления. В конце концов, в биологическом комплексе действительно видим мы лишь то, что в данный момент искусственно выделяем. Общая оценка совершается не в момент наблюдений, а позже. Ясно, что без словесной достройки фактов мы не можем обойтись при создании представлений о целом сложном процессе. Ясно также, что эти общие представления суть только временные представления. Временная уступка практической необходимости вести ежедневную работу, исходя из довольно сомнительного прошлого и вглядываясь в не менее туманное будущее. Поэтому можно ли говорить, что в своей исследовательской работе мы опираемся только на факты? Такие ходячие выражения, как железная логика фактов, применение к биологии, звучат неубедительно. Железо этой логики не в фактах, а в их расположении. Для процесса исследовательской работы одинаково важно и уловить основные условия, в которых данное явление повторяется, факт, и уметь расположить этот материал в порядок, способный обеспечить наилучшее его использование для будущего, идея. Но факт, по самой природе его, не может дать больше действительной стоимости. Обычно он оказывается неполным и потому нуждается в словесных разъяснениях. Идея же, опираясь на факты, должна, однако, дать больше простой их суммы. Ее назначение не только определить порядок расположения материала, но указать пути его использования в настоящем и главным образом в будущем. Только это определяет значение идей в процессе исследовательской работы. Словесные дополнения, разъясняющие фактический итог, и здесь, следовательно, оказываются неизбежными. Но тогда по внешней своей конструкции факт приближается к идее, отличаясь от последней лишь радиусом применения. Если обратиться к практике научной деятельности, то окажется, что мы уже давно и незаметным образом это признали, и для своих временных построений всегда пользуемся сложной смесью из так называемых фактов и так называемых идей. Священное уважение к понятию факт постепенно утрачивается. Во всяком случае, мы теперь уже готовы отказаться от преувеличенных представлений о его силе. Наши факты оказываются часто не столь долговечными, как об этом можно было бы думать. Малейшее изменение условий, способное хоть отчасти расширить представление о каком-либо сложном явлении, делает ненужной старую форму его воспроизведения, и старый факт умирает. С этим неизбежно связывается и судьба идей, которые в основном представляют собой некий итог тех же фактов, объединенных в динамическую систему. Цель всякой научной идеи, теории, гипотезы превратиться в закон, однако сама по себе достигнуть этой стадии она не может. Развитие ее не самобытно, так как зависит от движения в области фактического материала. Постепенно и научная идея переживает ряд изменений, в которых итог далеко не просто может быть указан с началом, увязан с началом. Понятно, что на этом пути гибнут многие идеи. Обыкновенно это зависит от того, что они теряют способность обеспечить материалу необходимый живой порядок, или просто перестают этот материал вмещать. Идеи создаются в результате определенного расположения фактов и, в свою очередь, руководят созданием новых. Последние же непрерывно подтачивают старый порядок, разрушают его и дают новый материал для новой постройки. То и другое оказывалось пока необходимым в процессе исследовательской работе и особенно отчетливо проявлялось именно в биологии. Несомненно, что это положение не может быть признано правильным. Вообще, так как многое пришлось бы отдать здесь на волю случая. В этих условиях отдельные достижения покупаются слишком дорогой ценой. Периоды блужданий намного превышают короткие периоды действительно полезного движения. По неволе создается впечатление, что дело развития науки связано больше с гением, чем с трудом. А между тем, это и есть заблуждение. В биологической науке найдется немного таких фактов или положение, которое было бы необходимо приписать особым, специфическим и редким качествам человеческого мышления, таким, какие, может быть, имеют место в живописи, скульптуре или музыке. Как правило, полезного научного работника можно воспитать, создать его из каждого нормального человека. Этим я не хочу сказать, что качества ума не играют роли в исследовательской работе. Но нужные здесь качества относятся к категории общих, отличающихся лишь по степени. Есть люди внимательные и рассеянные, трудолюбивые и ленивые, одни способны к запоминанию и ассоциациям, главным образом через слух, другие через зрение и так далее. Но ежедневный опыт учит нас, что все они, поставленные в определенные рамки работы, оказываются способными участвовать в ее движении, в том, что до сих пор носит название научного творчества, как будто эти два слова взаимно не исключают друг друга. Разница в наследстве, оставленном этими людьми, количественная. Я понимаю, что иногда она будет достигать грандиозных размеров, невольно заставляющих вспомнить слово «гений». Однако это не может поколебать нас в представлении о том, что двигать дело вперед, рассчитывая только на гений, по меньшей мере неэкономно. Понятен теперь тот острый интерес к вопросам методологии естествознания, которые особенно проявляются в наше время, поставившие марксистскую диалектику во главу угла. Отсюда находит в себе объяснение также и эпоха браковки многих форм научной работы, имеющих целью объединения материалов в так называемые учения. Сделалось очевидно, что для научного прогресса имеет значение не только вопрос о материале, но и о том, как именно следует его располагать, чтобы обеспечить непрерывность поступательного движения. Для того, чтобы неподвижная группа разрозненных фактов приобрела жизнь, не требуется непременно добавить в нее некоторое число новых фактов. Нужно лишь соединить факты в динамическую систему. Если это достигается по отношению к беспорядочной группе неиспользованных фактов, то также и с тем же успехом можно поступить и со старым материалом, уже входившим в состав тех или иных комбинаций. Ибо у фактов нет самостоятельного и изолированного значения. Учитываются они по месту, которое отведено им в оценки сложной динамики того или иного процесса. В новых конструктивных формах старый материал немедленно потеряет прежнее лицо, будет служить новым целям и уже ничем не будет отличаться от материала нового. Ясно отсюда, что в научном прогрессе или наоборот в научном распутье виновны не только факты. Кювье и Же Сент-Иллер использовались одними и теми же фактами, однако победа Кювье задержала развитие науки на десятки лет. Я не вхожу в рассмотрение причин, вызвавших не только эти споры, но и достижение победы. Эта часть выяснена достаточно, и корни ее кроются далеко не в одной биологии. В экспериментальном деле нужно покончить со старым обычаем, противопоставлять ценность фактов, ценности идей. Доказывать нецелесообразность этой формы отношений можно только с ссылками на авторитеты, а не действительным положением вещей. Не следует забывать, что основание этому обычно было положено на переломе науки. В переходный период ее от натурфилософия, которая разочаровала и надоела к новым методологическим формам. В те времена исследователь, стремившийся к синтезу, оказался почти с пустыми руками. В результате потребность самого исследования сделали необходимой работу накопления, и эта работа, естественно, выдвинулась во главу угла. Но времена меняются. Теперь во многих областях мы владеем избытком материала, остающегося лежать мертвым грузом. Он не используется, а может быть даже и никогда не будет использован за устарением и ненадобностью тех методологических форм работы, для которых когда-то предназначался. Озвучил Минаев Денис.